Пожалуй, продолжу поиски. Да давай еще. Время... У меня мозг утаем. Это значит, без 20 минут 10. Это второй сезон? Такой второй сезон? Третий эпизод. Какой второй сезон? У всех бета, я думаю, уже должно быть открыто. Кстати, вот этот рычажок очень, ну... Вызывает у меня определенные мысли. Надо с Лукасом поговорить. Что-то Лукас бомбит, и Свин с ним бомбит. Мне нужно... Мне кажется, нам нужно... Нужно пообщаться с ним. Ну, с Рубеном вначале. Эй, Рубен! Петра вообще ее имя как морское украинское Петро. Ну, в Украине не был, не знаю насчет Петро. Ну, может... Я вообще странно считаю имя. Знаете, я думаю, о чашке Петри. Петра беспокоится насчет тебя. Должен лежать с себя. Только что с тобой? Что с тобой, Лукас? Надулся, блин. Ой, все! Послушай, знаю, я вспылил, но... Джесси, мне кажется... Что-то не так. Я про... С Петрой. Ты сам наверняка заметил. Вся эта вялость. Одышка. Что-то не так. И это не шутки. Часа четыре с половиной. Я зачем кого-то обманывать? Я ведь вижу. В книгах одно в жизни другое. Беспокойство, это все твои фантазии. Я думаю, можно ему сказать. Он же беспокоится, он же друг. Другу можно. Послушай, Лукас, Петра больна. Я как долго-то об этом знал. Не так давно, но она говорила мне никому не говорить. Исушитель нас... Насал, блин. Насал на ее какую-то порчу. Знаешь, все, о чем я беспокоился. Это все, правда? Это моя вина, Джесси. Исушитель, вот что поразило Петру. Это все из-за меня. Ну, какие-то я знаю, какие-то блогеры и журналисты играли еще 19-го, но, так сказать, обычным людям игру выдали именно сегодня. Почему ты вел себя так странно? Я тоже все, я думаю, все ставят паузу, чтобы успевать, и решение принятия. Так загладь свою вину. Так загладь свою вину. Если тебе так хочется в это верить, то сейчас самое время загладить вину и перед ним, и перед нами. Твоя правда пожарный. Итак, столько времени потратим на всю эту хандру. Раз лучше наш боец болен... Есть у нас теперь хоть малейший шанс? Конечно, мы и раньше попадали в труднейшую ситуацию. Я знаю, что дело выглядит неактивно, но все-таки считаю, что у нас все равно можно и нужно надеяться. Когда мы его найдем, положение будет уже не таким изутешным. Надеюсь. Окей. Ладно. Вот бы еще Петра сказала всем о своей напастье. Так было бы проще. Да, может, ты решили сделать типа тизера небольшого. Мне, кстати, кажется, что в этом есть определенная логика. Что насчет рычага, Лукас? Ты будешь дергать? Рычажок передергивать. А да, кстати, мы можем быстро ходить, если что. Быстрая погодка выглядит так вот. Это просто ускоренная вариация той же ходьбы. Что кажется, немножко стану использовать. Музычка... О! Класс! Так, нужно найти еще. Послушать. Ну, свин, потому что свин, как питомец. Кажется, музыка относится через стену. Может быть, там оркестр? Ребят, как у вас дела? Меня не так просто одурачить, подумаешь. Это не сработает. У меня московское время, ребят, можете сами посчитать. И куча цифр, я читаю твои комменты. Можно не спамить ими. Пойду-ка я осмотрюсь, я поговорю с Лукасом. Как у вас дела? Кажется, я начинаю что-то понимать. Кажется, я что-то понимаю в этой головоломке. Только бы найти подойденную дверь. А там я уж непременно... Пойду-ка осмотрюсь, я поговорю с Лукасом. Как у вас дела? Нормально? Могло быть хуже, но могло быть типа лучше. В целом, неплохо. Мне кажется, они похожи на какую-то парочку, ребят. Как вы думаете? Вот вы можете представить этих двоих вместе? Мне кажется, теперь да. В общем, я поговорю с Лукасом. С ним все ок. Ну, конечно, мы его уже давно таким знаем, но все-таки... Он просто перенервничал. Отнесся к этому слишком тяжело. Напрягся, мальчик. Усталь. Бывает. Ну, ладно, хорошо. Я не устал, я не напрягся, вернее, ну... Ну, хоть не из шерсти сделано. Запрятано во все возможности системы водоснабжения. Блин, мне кажется, что все будет просто как 5 копеек в итоге, но... Она пытается ссора нам сделать такую вот иллюзию, что типа... У меня здесь все дико софистикейтед и сложно, и вам никогда не понять мой... Так, блин, этот зомби выглядит очень стрёмно. Переключать. Давайте еще одну, передернем. На инженера и подрывателя, по-моему, они такие и есть. Потому что, по сути... Потому что, по сути, она... Ей нравится, вот, инженер Элигорд. А ему нравится подрыватель, ну, он зеленый тоже тот. То есть, они, по сути, ну, являются этими классами. А я являюсь просто нейтралкой, нейтральным персонажем. Она вот лутер, или как их там называют, сталкер. Лукас, знаю, что ты больная. Лукас знает, что ты больна, мне надо идти. Нет, скажем ему, Лукас что-то знает. Что конкретно? Блин, все по тебе могут сказать, что ты больна, посмотрите на нее. Только дурак не догадается. Он знает, что ты неважно себя чувствуешь. Я за всех пытаюсь это скрыть, но... Побереги себя, я с Лукасом что-нибудь решу. Порешаем, как кореша. Я вернусь. Я буду здесь. Блин, нет, тут дело не то, что в Майнкрафте было такое. Да вроде нет. Тут просто дело в том, что все не просто так. Нажми на рычажок и все. За Лукасом на рычаг, наверное, нельзя сейчас нажать. Шерстяной зомби. А что с ним такое? Ну, он вроде не живой. Это хорошо, да. Кстати, я сейчас не отказался от хорошего Бургер Кинга. Да, она ужасно выглядит. Знаете, я тоже так выглядел после того, как съел протухший йогурт. Эй, Джесси. Ты загоражаешь рычаг, как дела? Нашел выход? Ну как, нашел отсюда выход? Честно? Не искал. Мне просто нужно немного побыть одному. Так, ты немножко... Мне бы добраться до рычага, ты его загородил. Вот. Спасибо. Ага. Йоп. Йоп-йоп. Вот теперь, я думаю, очень пришла очередь кнопки на стене. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта существится. Нажми на кнопку, получишь шмут, а потом, возможно, и бан. Эта песня для чуть-чуть больше подходит. Эй, народ, кажется, я нашел выход, которым пользуется Сорен. Знаете, по-испански, то Соро это сокровище. Может быть, Соро и Тессорен имеют много общего. Да, мне тоже жалко Петру, мне ее очень жаль. И да, это потрясающе, Джесси. Прекрасная дедукция, Джесси. Жаль, что от меня было не так уж и много проку. Залко, залко. Когда я вспоминаю, как я носилась за айбром по всему краю икону, или как добывал этот череп, иди давай, не беспокойся на это что. Трудно поверить, что я была на такое способность, с учетом нынешнего моего состояния. Даже не волнуйся насчет этого, Петра. Не нужны изменения. Я, ну, в общем, сеньки. Примерно остальную часть дома. Нужны эти стороны, пока он не нашел нас. Это, по-моему, храм любителей, любителей вкусных бигтейстер. Посмотрите на эти свечи, на этих свечах явно жарят бургеры. Фонтан, вот это уже реальная вода. Думаю, эта водопроводная система нужна только для улицы. Хотя, конечно, улицы это назвать сложно. Да, реально, вот жаль Петру. Ребят, давайте, давайте дружно задонатим 20 рублей за Петру. За ее выживание, ребят. Скинемся ей на больницу. Здесь могло бы разместиться множество народу, но, похоже, все это не особо активно используется. Все 20 рублей, которые вы задонатите, пойдут на излечение Петра от рака. Зомбизма, я не знаю, зомбимодизма и прочих болезней, неизвестных нам. Ну, как минимум, мы начнем исследовать эти болезни, а там посмотрим. Это храм любителей. Что, там музыка? Походу, это психоличемица. Ага, музыка стала громче. Ну, я не знаю, чтобы кто-то нибудь разговаривал. Посмотрим, что там за этой дверью. Поезд Шахида? Нет, пока еще не купил. Ну, не думаю, что он мне пригодится. Я, как бы, не хотел участвовать в терактах. Я добропорядочный гражданин, я против терроризма. Было и 56. Я назвал их симфонией в Мимажоре. Новое сочинение в честь самого последнего моего открытия. Сорен! Хорошо, издушающую болезнь будем лечить на 20 рублей. Что за... Это просто запись! Надеюсь, мне это не мерещится. Хотя, как знать. У всех наших мытарств? Да его тут нет! Мы проделали такой путь, и ради чего? Мы почти... Мы почти у цели кто-то включил эту зальку. Кто-то включил эту зальку. Блин, не успеваю нажать! Я только сон не оставил на запись на сочин инструкции, как найти гипербомбу. Тогда это бесполезно. Может, на этой записи найдется что-нибудь полезное. Если мы можем забраться, о чем он говорит. Может быть, он рассказал о болезни, как ее лечить, и развал того ряд простых строительных инструкций. Это послужит им подспорьем. Я применю маскировку и смешаюсь с ними, чтобы вести более пристальное наблюдение. Смешаюсь с ними. А они это кто? Джесси? Думаю, сон говорит про них. То есть, он решил замаскироваться среди странника. Да нет, вряд ли он об этом... Это у него хобби такое. Впрочем, все остальное указывается, что это парни все дома. Что ж, каждый имеет право на хобби, даже если это хобби очень-очень опасное. Да, почему бы и нет? Думаешь, он на самом деле обучается страника в крае строительства? Скорее всего, учитывая, что он все это построил. Думаю, он думает, что он обучается страника в крае строительства. Давай взглянемся, посмотрим, что можно найти. Да, мы определенно напали на масонскую ложу, ребята. В Минске, кстати, есть масонская ложа, так что если вы живете в Белоруссии, вы под колпаком. Наблюдение за страниками края, часть 27. Извините, ребята, руки сами начали... Что это за рев? Нужно воспроизвести, как я понимаю, все записи, чтобы узнать о каких-то секретах рептилоидов именно. Ноу, я не пью пиво, я пью энергетики без алкоголя. Как можно заставить хорд работать вместе? Особое отношение к тыквам? Так, это явно какой-то секретный код. Так, если у вас тыква, на вас страники могут и не напасть. Костюм страника края. Оливия, глянь-ка. Костюм страники края. Либо у Сорона очень специфический куст по части моды, либо Секу. Наверное, это и есть маскировка Сорона. Секуточку. Ты же самый маскировка, который говорил Сорона, на записи. Чтобы свободно разгудить в компании страника края, нужно стать страником края! И пахнуть так же, как они. Фу. Да, я зависимый от энергетиков, ребята. Надейте. Давайте я одену костюм. Надеюсь, меня не убьют, пока я буду в нём. Готов. Ребята, я реально как будто на шпионскую операцию иду, и мне осталось одеть голову. Я Эндермен. Немного пованивает, но пойдёт. Пожалуй, пованивает, это мягко сказано. Ну, они же животные. Оксана, я знаю, что это ты. И всё равно стараюсь не смотреть на тебя. Ну, значит, работает. Окошечко, окно, окошко. Костюм и отделение для бороды. Да, это отделение для бороды, правда. Дайте осмотрим всё, как бы. Посмотр, искать. Я кое-что нашёл. Что там у тебя? Это я вам рецепт для изготовления. Это напоминает мне БДСМ костюм из первого сезона Американской истории ужасов. Зачем такому искусственному мастеру, как Сорен, нужен рецепт? Потому что это не достойно для строительных края. Должно быть он так, он стал собычичек строительства. Шесть блоков глины. Так, надо их взять. Итак, рассмотрим. Сейчас он используется чуть-чуть же, чтобы обучать страника в крае строительства. А на этой стойке должен быть костюм, но его нет. Да, ну, как раз сейчас проводится эксперимент. Ну, конечно. А костюм я, потому что он наделываю перед выходом. Значит, если мы хотим до расстосор на то, нам надо пойти туда. А они все таращатся на меня, как будто ждут, как будто они мамы, дети и ждут, как мама принесет конфеты. Яблочко. А где все мои другие друзья? Надо поговорить с Рубаном. Постой, это что за блок? Блок глины. Берем блок глины. В тех струкциях говорилось про блок глины. Как раз как этот. Нету персонажа с бородой в выборе? Ну да, печалька. Борода чая сделать нельзя. О, глина. Этот я тоже возьму. Мне интересно, все блоки будут здесь или... Или же какие-то нужно будет, так сказать, искать. Посмотрите на мой хорс. Мой хорс из амэйзинь. Дай ему лик. О, это просто как рейзин. Блок глины. Берем еще блок глины. У меня их уже три. Ребят, я чувствую себя просто сборщиком глины, ребята, знаете. Или мусорщиком. Я даже не знаю, как правильно описать свою профессию. Я думаю, есть профессия сборщик глины. И собирают они именно глину. Бородатые расисты. Не-не-не, никаких расистов. Ищи пасхалку. Мне кажется, пасхалка будет седьмой блок глины. То есть, и у тебя шесть блоков глины, ты молодец. А если у тебя семь блоков глины, ты сможешь построить немедомую фигню, которая принесет тебя в мир Чаби-бани, где все надувают губы и прокачивают свои руки. Хорошо, что они не видят меня через это стекло. Нравится ли мне донат? Я немножко возбуждаюсь во время доната каждый раз.